Всем привет, дорогие друзья, с вами Фуан. Сегодня я буду продолжать проходить мод. Это у нас мод на Австрию, плюс 750 фокусов Австрия Ридан. Ну и в прошлой серии мы сформировали Австро-Венгрию, немножко поагрессировали с Чехословакией, с нашей Венгрией, которая там, как ни странно, была точно такой же лидер, как у нас. Но сегодня я планирую разобраться на Валканах с Польшей и, возможно, что-то сделаем с итальянцами. Погнали! Так, ну и первым же фокусом давайте возродим центральные державы, наверное. Получим политку, альянс и получается прирост базовой поддержки на 5%. Погнали! Итак, альянс создан. Сюда мы, к сожалению, в Кайзеррайх. Мы не можем выйти, потому что Германия демократическая, но мы можем его ломая, сталь выйти. Немцы и итальянцы все еще доверяют друг другу, и их идеология отличается гораздо сильнее, чем можно было подумать. Возможно, нам удастся довести эти две державы до такого недоверия, чтобы расколоть их так называемый стальной пакт. Это даст нам возможность заключить союз с одной из держав и обеспечить свою независимость. Ну давайте, короче, у нас здесь есть выбор с Польшей, союз просто-напросто сделать, либо польская коммерция. Ну давайте сначала мы сделаем потребовать Галисию. Потребуем Галисию, посмотрим, что они нам на это скажут. Если они, так сказать, будут за, то... То, в принципе, будет все хорошо. Если же нет, то мы сможем сделать их марионеткой, а потом выйти еще и вот в этот фокус. Прекрасно. Так, и вопрос. Обеспечить австрийское господство. Несколько групп в нашей стране стремятся не к возрождению Австро-Венгрии, а к возрождению Австрийской империи. Это может понравиться многим традиционалистам, но иметь будут серьезные последствия, так как венгрии будут чувствовать себя преданными. Австрия на первом месте. Политка, но минус ставка. Это можно строить венгрии, которые будут чувствовать себя преданными. Это очень плохо, знаете ли. Потому что слабое влияние традиционалистов, нам надо его смещать, наоборот, налево. И лучше бы это сделать побыстрее. Это очень плохо сейчас. Минус 15 ставки. Это прям вообще. Давайте лучше возьмем вот этого дела и получим еще и фабрику. Чешский парламент восстановим. Ну и, наверное, тогда статус империи, наверное, сделаем. Да, давайте сделаем еще вот так вот. В принципе, неплохо. Ну и, как ни странно, польское правительство приняло наше требование. Ам... Это очень интересно. Голица вернулась под власть короны. Эм... Ну, прекрасно. Правда, Польшу мы теперь не можем сделать польское королевство. Ну, ладно. Без проблем, как бы. Окей. Ну и давайте тогда сейчас сделаем возвращение на Балканский рубеж. Ладно. Так, то и по решению сразу же создать Галитийский офицерский корпус. Давайте создаем. И у нас добавляются новые польские генералы. Итак, возвращение выполнено. Ну и давайте, давайте тогда... Да, сделаем приглашение царства Болгарии. Болгария была одним из наших союзников Великой Войны. И они, в свою очередь, сильно потеряли свои территории. У них те же враги, что и у нас. Румыния и Югославия. Так что союз был бы логичным и укреплял бы обе стороны. Поэтому, да, давайте это сделаем. Ну и самое интересное, что в Советском Союзе начинается гражданская война. У нас, то есть... Рыков. Здравствуйте, по-моему, ему изменили портрет, если что. Против Сталина. Да, вот такой вот портрет. Офигенный. Ну и сразу же Италия хочет вступить к нам в Альянс, между прочим. Ладно, мы, наверное, подумаем. Посмотрим, что мы можем сделать. Так как в Альянс с Италией мы можем войти вот сюда. Что самое интересное. Здесь сделать ее марионеткой, а потом разделить. Ну что ж. Давайте, наверное, это сейчас сделаем, правильно? Да, давайте пока что это сейчас сделаем. Хотя нет, мы это делать не будем. Ну и Карл Альбрехт-Польский у нас присоединяется к нам в фон Габсбург. Отлично. Отлично, фокус выполнил. И царство Болгария принимает. Отлично. Митель Махте. Политку, по-моему, нам еще немножко дали. Ну и давайте теперь сделаем тогда... Возвращение Трансильвании, да? Давайте это и сделаем. Ну и как вы думаете, что? Румыния кланяется. Чудесно. Ну вот это я понимаю. Восстановление Австро-Венгрии на езлях. Просто прикольно. Походу нам теперь с Венгрией и с Трансильванией не придется ничего делать. Ну а мы в это время можем интегрировать, кстати говоря, Трансильванию и Буковину. Ам... Но зачем нам это, если у нас есть по решению вот это вот решение вернуть Трансильванию? А, тут еще есть Банат. А тут, к сожалению, Баната не будет. Ну давайте, ладно, это тоже тогда возьмем. Окей. И вы знаете, я еще так подумал, Польша отдала нам территорию бывшей Германской империи. В принципе, это неплохо, но у нас здесь оккупированная территория. Давайте лучше создадим Силезию, как марионетку. В принципе, Силезия, возможно, в будущем нам понадобится для борьбы с Германией. Герцогса Силезия, да, вот такая вот марионетка. Поэтому пускай она лучше у нас будет, чем у нас просто будет какой-то кусок оккупированный. Итак, национализация завершилась, в чем прикол. И теперь я думаю, что мы вполне себе... Вполне себе мы сможем, наверное, сейчас... Оживление больного человека тоже можно сделать. Но давайте-ка требуем сербского порабощения и сделаем. Австрийский ультиматум. Итак, фокус выполнился. Ждем ответа от Югославии. Так, смотрим. Что же нам ответят? Пока что ничего не происходит. Возможно, что-то появилось здесь. Нет. Ничего не происходит. Давайте тогда в это время пока что улучшим нашу армию. Что сделаем? Давайте-ка сделаем перестроить генеральный штаб. И ждем ответа Югославии. Югославия подчиняется. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Просто-напросто. Сербия. У нас здесь есть Объединенная Сербия. Вот так вот быстро расширился наш небольшой альянс. Эм. Прикольно. Очень так прикольно. Что я могу сказать? Иностранное влияние у нас здесь появилось. Ну ладно. Давайте тогда теперь перестроим генштаб. А потом возьмем что-то из вот этого вот. А также у нас появилась хорватская позиция, которая дает стабильность минус 30. Охрененно. Самое интересное, кстати, что у Югославии есть свои фокусы во время того, как мы их марионетим. Да, уж неплохо. Так они, кстати, могут сопротивляться нам. Что самое интересное. Могут принятие своей судьбы сделать. Да, уж. Не особо хорошо. Так, мы перестроили генеральный штаб. Сделали реформу в офицерском корпусе. Продолжаем работу. 1% поддержки войны. Плюс 5 опыта армии. И теперь дальше мы можем выйти, допустим, вот сюда. Где будет откатывающая бригада внутренней обороны. Мы тоже можем здесь сделать. Либо фонд национальной обороны. Давайте-ка сделаем это все потом. А в это время давайте-ка сделаем, лучше говоря, сделка по Македонии. И дадим Борьке территории Югославии. Чтобы хотя бы Борьку, так сказать, усилить, а Югославию, бывшую Югославию, уменьшить и сделать намного слабее. Чтобы, если что, она, если восстала, то не смогла ничего особо нам сделать. И у нас, между прочим, происходит восстановление австрийского флота. Сняться с якоря. Дунайский торговый флот на восстановление военно-морского флота. Офигенно. И даже одну верь вдали. Где это у нас? Вот оно. Восстановление морского флота. Да, организация флота, конечно, на нуле. И военно-морские учения пропускаются. Это, получается, у нас правая подведка. Да, все правильно. Жалко. Территории Македонии были переданы, а у нас Греция становится коммунистической. Еще одна угроза на Балканах. Ну, а мы тем временем, давайте займемся-ка... Мы можем, кстати, конечно, поддержать болгарские амбиции. Да, в принципе, давайте-ка это и сделаем. Окей. Так, болгарские амбиции у нас сделаны, так сказать. Верная суббота. Теперь мы можем решить Сербию. При этом продуктивный субъект либо военное правительство, либо же установить гражданское правительство. Мне кажется, лучше всего это установить, в принципе-то... Ага. А здесь, в принципе, ему ничего такого не дается. Поэтому давайте-ка лучше мы сделаем военное правительство в Сербии. Погнали. И как вы думаете, что? Италия-то воюет с Эфиопией. Вот в чем прикол. У Швеции есть цель войны на Италию, потому что Швеция приняла изгнанное правительство Эфиопии. У себя. И даже заключил с Эфиопией пакт о нападении. А не нападении. Вот это я понимаю. Швеция и Австро-Венгрия против Италии. А, ну да. А Болгария тем временем Борька наш отправил добровольцев в Испанию. Видимо, ему стало скучно. Да, Борька? Конечно же. Так, ну а следующим фокусом давайте как-то крушим хорватскую оппозицию. А, ну или либо мы можем их не сокрушать и сделать их комиссию эксплуатации. Ладно, давайте пока развивать Зюбенбюрген. Получим фабрики, инфраструктуру, воензаводы и немножечко ресурсов. Нет, я, конечно, все понимаю. Смотрю на нашу Австро-Венгрию, потом перемещаюсь в Китай. И вижу вот это. Квантунская область, ладно, скорее. Но она еще почему-то с островами Японии. Что это такое? Как это получилось? Япония коммунистическая при этом. Япония согласилась, что ли, на ультиматум? Хотя у имперской и Квантунской области вроде как нету никаких таких фокусов на ультиматум. Так, ну и что ж. Этот фокус у нас выполнился, так сказать. Ну и что ж. Теперь, я думаю, мы можем сделать оживление больного человека. Защитить Босфор я бы не рискнул, потому что Турция может вступить в Альянс к Советскому Союзу. А у нас тут идет пополная деколонизация всего мира от Великобритании. Ну что ж. Финансирование османских лоялистов прошло успешно. На данный момент они планируют использовать часть армии для организации переворота в Анкаре и Стамбуле. Приступим к работе. Финансирование османских лоялистов у нас будет. Прирост палитки минус 8. Фабрика, ладно, это не страшно. После 240 дней финансирование османских лоялистов в Турции они попытаются совершить переворот в нынешнем турецком правительстве. Я османский лоялист и добавь Турции. В принципе, я считаю неплохо, когда у них, между прочим, коммунизм. Вот это я понимаю, борьба белых и красных в Турции. Но мы тем временем давайте-ка экономическую эксплуатацию сделаем от Сербии и получим ресурсы, а им сделаем инфляцию. И самое прикольное, что Германия гарантирует нашу независимость. Ну спасибо, немцы, спасибо. До сих пор, между прочим. И как вы думаете, что? Правильно, Сербия объявляет войну Элладии и у них происходит революция. Просто офигенно. Это просто офигенно. Наша Сербия просто-напросто сделала переворот, и теперь она отдельная от нас. И теперь нам придется, к сожалению, брать сокрушить хорватскую оппозицию вместо эксплуатации Сербии. Очень жаль. Нет, я, конечно, все понимаю, еще не успела завершиться хорватская оппозиция. Я не знаю, как это сейчас произошло, но походу Сербия решила пойти во банк. И как бы... Я не знаю, честно, с чем это сейчас связано. Мне интересно, как это вообще получилось, так как у Сербии фото. Извините меня. А, нет, у нее есть фото. Охренеть. Походу, у Сербии сделали высадку в Грецию. Так, ну что ж, выполнил себе фокус. Также я выбрал фокус, наломая сталь. Ну и давайте теперь сделаем месть предателей. Повоюем с итальяшками, наконец-таки. Ну и османским лоялистам нужно больше средств. А не можем им это предоставить, либо довольствоваться. Минус 20 политики, это ладно. Людские ресурсы, да, в принципе... Ну ладно, давайте лучше сделаем так, ладно. Пускай уж. Османская империя нам сейчас нужнее, как никогда. Итак, фокус выполнился у нас на месте Талии. В данный момент пока что мы можем расширить хорватские военно-морские силы. Да, давайте это сделаем. Вопрос. Италия не держит вообще никаких войск. Прикольно так. Давайте сразу же объявим тогда и войну. Да. Конец Лиги наций. Нет, ты-то, конечно, призываешь. Союз обливает широкомасштабных учениях. Это без проблем. Давайте еще заберем вот эти дивизии в котле. Просто со всех сторон. Одна дивизия была полностью уничтожена. Я не знаю, зачем они сюда привлекли Албанию еще. Нам же будет легче что-то с ней сделать. Здесь мы закрываем еще котлы очередные. Сам факт прикола в том, что у нас здесь еще образовался котел. О, к сожалению, итальянцам, видимо, не повезло в сопротивлении с нами. И Эфиопия хочет к нам в Альц. Болгария, конечно, давай. Эфиопия хочет к нам в Альц. Давай. Ну, а так же происходит возвращение Южного Тироля. Он становится нашим национальным. Офигенно. Ну и что ж, вот тут-то нам не повезло, потому что Сербия стала во время войны протекторатом Италии. Ну, как сказать, это тоже. Нам очень повезло, потому что сейчас мы получим одновременно и Сербию, и Грецию. Погнали. И Сербия благополучно капитулирует в этой войне. Отлично. Правда, мы не получаем территории Греции. А жаль. И, между прочим, Швеция и Эфиопия подали совместную заявку для того, чтобы вступить в наш альянс. Но прикол в том, что Эфиопия уже с нами. Ну и теперь и Швеция, между прочим. Как я и говорил, Швеция теперь за нас. Да, призываем ее в войну. Отлично. Ну что ж, в конце концов, нам сообщают, что Османский переворот удался. Отличные новости. Отлично. Турция. А, ну да. Тихий ученый, все правильно. Да-да, именно так. Наш альянс еще больше теперь расширился. Ну и в самый неподходящий момент, Крэльса Румыния объявляет войну в Болгарии. Но, кстати говоря, не нам. И как вы думаете, что? Германия заключает альянс со всем Китаем. Против Квантунской области. Просто Квантунская область напала на Китай, а Китай был гарантом независимости. И в итоге война в Китае началась из-за Квантунской области. И туда теперь писалась еще и Германия. А мы тем временем разбираемся в Албании, но Борька все еще держится. Надеюсь, что он сможет сдержать оборону на севере. И нам сообщает новость, что Муссолини был убит коммунистами. Эм, я все понимаю, но его уже давно нет. Ладно. Нет, ну что-что, но такого я точно не ожидал. Борька-то еще держится. Но проблема в том, что румыны взяли Стамбул. Надо что-то быстро с этим делать. Очень-очень быстро. Ну а здесь пока что ситуация на фронте не лучшим. Давайте попробуем прожать итальянцев здесь. ПОДПИШИСЬ! 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 так ну чтож война у нас закончилась с италией здесь я отдался болгарии в основном острова и по греции 1 турции так как она здесь тоже в этом участвует также отдал турции ливии от больше вот это вот передать но не смог эфиопия дал здесь колонии но сейчас мы будем разбираться с румынами черт и британия у нас кому не сплата давайте просто-напросто вступим и да кстати я увидел вот такую вот интересную подветку наших фокусов вот здесь вот она находится реальная политика уже выполнена вот здесь мы можем взять австрийские амбиции дух и объявлять воины без цели уже воюю с крупной державой то есть допустим с новой с германией мы можем объявлять войну любой стране без оправданий как я понял ну давайте пока что возьмем что ли что-нибудь на экономику и вот здесь еще есть древо кстати говоря да мы кстати могли бы включить империю состав но к сожалению почему-то сейчас это не можем сделать если мы это все сейчас разобщим не очень интересно ну давайте ладно тогда все сейчас это разобщим окей ну а также теперь нужно разбираться с румынией поехали сербия кстати осталось все-таки у нас но сейчас мы начинаем покрас румынии давайте входим в эту войну румынско-турецкая война вы не вошли давайте продавливаем румын принципе проблем у нас возникнуть должно максимум в горах давайте давайте вперед мои бравые солдаты отлично двигайтесь еще дальше сюда вот давайте давайте ну и все с скорым временем мы дойдем и до бухареста давайте-ка возьмем поэште нам это не помешает в принципе давайте 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 ну и вот мы уже стоим под бухарестом принципе неплохо возьмем бухарест бухарест был взят это значит лишь только одно что румынская армия скоро пойдет и как минимум четверть румынской армии закрывается в котле около карбат и на границе с болгарией и в итоге румыния капитулирует и в конце концов румыния становится нашей марионеткой и так у нас остается последний день и италия разделена отлично а швеция почему-то выходит из альянса что самое интересное ладно хорошо швеция а надо вас не улучшить отношения черт и тут у нас папа пи 7 здравствуйте папское государство австрийская италия с виктором эммануилем сардиния пьемон точно также с ним потом а у нас папское государство не с нами 200 или фердинанд 3 да и в принципе все решение мы можем конечно здесь что-то сделать сейчас давайте возьмем вот это вот допустим и нам надо теперь к сожалению с помощью консоли я сейчас аннексируют данные регионы которые нам нужны и так ну что ж австро-венгрия восстановлена полностью своих исторических границах между прочим и все давайте тогда включить империю в состав империя можно сказать восстановлена объединяете роль пропущена это конечно хорошо очень даже хорошо объединяете роль пропущена да ну и что ж давайте посмотрим что у нас осталось из фокусов с фокусов у нас осталось вот это вот румынская мария неточная королевство нам это не нужно потому что здесь мы отдаем бессарабии армия местных мы можем это в принципе взять у нас остается фокус лишь на войну с немцами которые мы не можем сейчас сделать и обезопасить украину то есть остается лишь покончить хорватской позиции повоевать с украиной а и у нас еще есть подветка вот здесь ну глава орел снова летит ну давайте тогда армия местных государств чтобы у наших варенеток вас слишком ну как соединить слишком офигенная армия я восстановил ломбардию и венецию нормально ну что ж а теперь давайте сделаем обезопасить обезать обеспечить безопасность украины украина получит претензии на данной территории и получим цель войны и марионетки против советского союза бип поехали а ну и да я забыл показать еще герцог сатаскана вот такой вот пацан петр ферзинанд фон габсбург так сказать вот такой прикольный флаг княжеские сторонники и у них сайт кстати у всех сейчас австрийская военная помощь принципе неплохо и давайте продолжать но данную серию я думаю завершать так как мы на сегодняшнюю серию так сказать задачу выполнили восстановили австро-венгрию своих исторических границах тем временем нас идет война в китае скорее всего контурская область пойдет но следующей серии я планирую полагать с европейским альянсом германии и с советским союзом но в будущем мы посмотрим скорее всего следующая серия будет последним и всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал заходите на жуку в дискорде заходите на жуку вконтакте проявляйте активность в группах добавлять меня друзья в дискорде в вконтакте а сам был фандри и всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока